Привет, солнышко, тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика-тика- решил провести стрим, где в качестве контроллеров он использовал 7 бананов. Впервые бананы завезли в Заветский Союз в 1938 году. Существует даже такое аниме с названием «Банановая рыба», которое появилось аж в 90-х годах. 90-х годах. 90-х, 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 90-х. Впервые «Банан в Ботанике» был описан Карлом Линне в 1753 году. Если у нас говорят, когда что-то идёт по делу, идёт как по маслу, а в Индии говорят, идёт как по банану, а ещё в Индии корабли спускают на воду по шкуркам бананов. Бананов из технических сортов бананов изготавливают корабельные снасти. Они очень крепкие и могут сложить десятилетиями. Десятилетиями. Об этом факте я не знал до сегодняшнего момента. Бананы нельзя хранить в холодильнике, так как они их чернеют от низких температур. Бананы созревают три раза в году, если, конечно же, им позволяет этот климат. Интересный факт, что каждый второй человек в мире любит бананы. А ты любишь бананы? Напиши в комментарии. Весьма необычно, но слово «банан» практически на всех языках звучит одинаково. Банан. банан 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 в древние времена у многих народов мира существовали загадочные культы с бананами. кольмы, банановые кольны есть такой сорт бананов голубая ява достигает он размера от 17 до 23 сантиметров пока банан не созрел Он имеет серебристо-голубой цвет, очень красивый и привлекательный. А белая мякоть этого банана имеет чёрные семена. После того, как банан голубая ява созреет, он превращается в обычный банан жёлтого цвета. А ещё банан голубая ява при созревании имеет очень сильную морозоустойчивость. И многие даже считают, что его можно вырастить. В Подмосковье. А есть бананы очень маленькие и они очень-очень вкусные. Только вот чтобы ими наесться, нужно съесть десяток, а то и более бананов. Потому что размером они всего лишь как финик. Два-три сантиметра. До этого момента я даже не знал, что есть такие маленькие бананы. А есть бананы-гиганты, которые достигают в длину 60 сантиметров. Это рог носорога. Это самые большие 60. А в среднем они 40 сантиметров. Чисто купил себе такое два рога носорога на месяц. А знаешь, какой банан? Самый-самый-самый сладкий. Это красный банан. В прямом смысле он красного цвета. Потому что в нём много бета-гиротина. У него самая-самая нежная и тонкая кожура. А по вкусу он напоминает губнику и малину. Вот только есть одно. Но мы не можем попробовать эти бананы. Потому что они вообще никак не переносят транспортировку. И они очень нежные. Поэтому полакомиться этими фруктами можно только по месту их выращивания в Южной Америке или же в Австралии. А самые редкие бананы, это черные бананы, потому что они растут только на Сейшеликом острове Мао. И в супермаркетах таких не найти. А есть еще зеленые бананы. Вот только зеленые они не потому что они доспели, а потому что это их природный цвет. Такие бананы не едят сырыми, их обычно тушат, варят. И проходят они обработку определенную. Многие говорят, что по вкусу они похожи на картошку. Розовые бананы, это обычный сорт банана. Он не самый вкусный, не самый большой и не самый маленький. Просто он розовый. И когда он полностью дозревает, вися на ветке, он лопается и плод остается открытым. Сама распаковка. А есть еще оранжевые бананы. Они произрастают в Азии и в Южной Америке. И тоже не транспортируются, потому что у них очень нежная кожица. А есть еще бананы сорта Айо Айо. Они похожи чем-то на кабачок. Такие же длинные и бледные. Но в продаже их не встречаешь, потому что на вкус они горькие. И это не какой-то там созданный людьми банан. Это самый настоящий природный банан. А ты знал, что имбирь это родственник банан? Нет. Ну теперь знай. Бананы не навредят твоему здоровью, если их не переедать на регулярной основе. Вот. А так у тебя может быть дизентерия, стучья живота и собака за окном. Бананы в пышном кляре. Достойное лаконство для всех сладкоежек. Лаконежек. 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 Кстати, банан в кляре готовится не более 15 минут. Ну плюс там при подготовлении вот этого все, конечно, больше. Но прибавленные конститенции. Банан сверху хрустящий, а внутри очень нежный. Блин, я теперь хочу такое попробовать. Честно, я никогда это не пробовал. Банан в кляре. А ты когда-нибудь пробовал бананы, жареные бананы? Их режут маленькими дольками, поджаривают и получается сладкое угощение. Всего за 2 минуты. Я не пробовал. В Африке бананы, как для нас, картошка. Они из бананов там много чего делают. И супы варят. И с мясом бананы подают. В Соединенных Штатах самым вкусным приготовленным блюдом с бананом считается банановые кексы. Блюдо. Это можно блюдом назвать, но едой с бананами. Банановый кекс. Кекс, 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 кекс. Ароматизаторы банана самые востребованные на рынке. Они используются в кремах, в еде, в молочных продуктах. В общем, где только возможно. В бананах задержится кальций, который не увозится с организма вместе с мочой. а остается в организме и помогает укреплять кости. Людям, которые часто пьют кофе, полезно кушать бананы, потому что кофе выводит много кальция при частом употреблении. Рекомендуется есть банан без шкурки и снимать с него белые нити, которые находятся под шкуркой. Знаете, почему это нужно делать? Я нет. Первые источники, упоминающие, что бананы являются съедобными плодами, были написаны чуть меньше трех тысяч лет назад. Одно животное, которое спокойно, хищное животное, которое спокойно может кушать бананы и при этом не испытывает никаких проблем со здоровьем, это кривистый волк и кроликов ест, и бананы ест. Повезло, повезло. Римский писатель, блин, не младше, утверждает, что в 327 году до нашей эры при походе в Индию Александр Македонский впервые попробовал там банан и даже привез парочку таких плодов в Европу. Вот только довез ли он съедобными, их до Европы никто не знает. Хотя, теоретически, если бананы срубить вместе с деревом, то довезти можно. Интересный факт. Бананы сорваны зелеными, и если они будут дозревать где-нибудь, то вкус у них приятнее и вкуснее, чем они будут дозревать на дереве. Если же ты купил зеленый банан, помести его куда-нибудь в бумажный пакетик, например. А еще замечено, что бананы быстрее дозревают рядом с кружами или яблоками. Это очень странно. Банановые растения радуют глаз фиолетовым цветком, который напоминает форму шишки. Знаешь, почему обезьяны любят бананы? Потому что они растут в их среде обитания, их легко достать, они легко очистятся, и плюс для них не нужно много усилий, чтобы жевать. А так, обезьяны предпочитают все фрукты, которые только найдут. Бананы — это самый частый ингредиент фруктовых салатов. Салатов. В 1836 году фермер, занимающийся бананами на Ямайке, обнаружил, что одно дерево на его плантации плодоносит не красными и зелеными бананами, а желтыми. Эти бананы были очень сладкими и вкусными, и их не нужно было готовить. Фермер удивился и начал после этого их культивировать. Слоны очень обожают бананы. Многие заявляют, что шкуркой банана можно отпиливать зубы. Не знаю, насколько это верно информации, но... А на этом у меня всё. Увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. 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 Пока.